Приветствую вас, зрители моего канала. К созданию этого фильма я подошел с полной ответственностью. Вы знаете, что я предпочитаю одиночные путешествия, либо путешествия с семьей. В этот раз все иначе. У нас командная работа с вытекающими последствиями. В этом фильме я показал свой дилетантский взгляд на это великолепное мероприятие под названием «Полная чухлама». Я предлагаю налить кати в максимально крепкий напиток. Даже вот такие случаи бывают. Ну а почему бы и нет? С небольшой задержкой, зато все по плану. Сегодняшняя карта маршрута получена. На коленки ко мне садись тогда и поехали. Привет, ребята! Как дела? Как дела? Как дела? Подъехали вплотную к точке. У нас пуск к реке Кострома. Парни, скажите, а одновременно все четыре колеса можно сдуть, накачать? Классно. Вот это я называю идеально. Здравствуйте. Вам такую же на кручок приходить. Сколько машин зарегистрировалось? 356. А в прошлом году сколько было? Понимаешь. Продолжаем искать подходящее место. Почти готов наш лагерь. Красота. Мы сюда есть приехали. Потанцевал, теперь можно и помыть. Красивые ушки. Красивые ушки. не убиваемые парни ничего не берет ты выспалась другое дело я встретил человека просто которая в youtube да вообще это человек на которой я равняюсь просто хотелось поехать карелию просто вот настрой по жизни вот так вот беру пример спасибо большое как тебя зовут сергей очень приятно в прошлом видео когда я был за полярным кругом я закопал керриберти драгоценную монету стоимостью 120 тысяч рублей и анонсировал розыгрыш карты сокровищ для участников премиум канала в телеграм 28 октября состоялся розыгрыш трех призов это два раза по 20000 рублей на карту победителям и первое место это карта сокровищ призы разыграны как это было показываю сейчас начинаем наши розыгры через 20 секунд начинается прямая трансляция прямо в телеге на письме экрана и секунду думаю надо проводить в прямом эфире чтобы вообще стопудовый шуток и так участников я уже выгрузил в эссенку первые 20 тысяч рублей на карту ну что готовы нажимаю кнопку 3 2 1 поехали число 14 выделяю строку номер четырнадцать выигрывает 20000 рублей александр фатеев саша поздравляю тебя и первый победитель и 20000 рублей отправляются сегодня тебе на карту неспроста саша кстати проходил у меня магию утро и видимо привлёк себе эту удачу подождите мне надо сделать передышку вы видите я просто нервничаю хотя казалось бы ну что тут такого а все равно ответственно кал страстей ну конечно 3 2 1 число номер 3 руслан watch lover руслан молодчина он оплатил 12 месяцев участия в премиум канале и полностью сейчас окупил свое свое вложение руслан поздравляю тебя с победой ты выигрываешь 20 тысяч рублей на карте после этого эфира а сейчас будет розыгрыш карты сокровищ это подождите секунду мне надо успокоиться это платиновая монета 31 1 грамм вес покупал я ее за 120 тысяч рублей упаковал в надеюсь герметичный контейнер закладываю вот под этот камень закрываем ты победитель смог найти это место отправиться в пути же надеюсь что ты на самом деле кайфанешь от процесса поиска сокровищ это же настоящее приключение покоился и готов продолжать ой невероятно фу три два один число номер три офигеть руслан ты просто побеждаешь во всех категориях давайте смотрим доказательства я перехожу в свой пост комментарий от как раз руслана переходим на его страничку вконтакте ошибка пользователь предпочел скрыть эту страницу то да 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 условия возможно не выполнено делаю попытку номер два еще раз загрузка пользователь предпочел скрыть эту страницу дружище условия не выполнено нужно чтобы все было открыто попытка номер два три два один поехали 13 это сергей битнев проверяем условия телеграм-канал пост про сокровища сергей битнев есть прислал нам скриншот сережа скинь пожалуйста ссылочку вас 10 секунд на то чтобы скинуть ссылку на этот пост вот сюда в комментарии у интересного человека интересный розыгрыш переходим до ссылка активно переходит все правильно сергей вы выигрываете карту сокровищ и отправляет в прекрасное путешествие в тириберку находить ценную драгоценную монету а следующий розыгрыш состоится уже 28 ноября 2024 года и так будет происходить каждый месяц и в зависимости от количества человек в премиум канале возможно чистота будет увеличиваться мне интересно дарить вам радость путешествовать закладывать драгоценные монеты и другие ценные призы дарить вам улыбку настроение офигенное и жажду приключений полным ходом идет подготовка к чубам переставил машину чтобы было удобней здесь пылесосить нужно будет тут убрать 1200 нам ехать а кстати неплохо вот мордой сюда стоять палатка внутренняя часть сохнет со вчерашнего дня наконец-то я ее достал внешние тоже сохнет полы сохнут простите свет у меня здесь пока нет точнее я не знаю где он включается потому что бардак вот в этой системе а бостик передает всем привет и греть свою попку на теплом полу потом но помог бы хоть разок а да вообще огонь теплый пол это просто какое-то волшебство снизу был в некоторых местах влажный мокрый но потому что соприкасался даже под низом лужи а внутрь палатки вода не заходила ехал санек дальше время у нас 737 доброе утро процесс пошел время пол третьего я выспался правильно сделал что сходил в сауну и лег вчера в девять и по традиции съемка заправки вот теперь точно экспедиция началась первые сто километров я уже проехал забираю ребят хорошо что есть бокс много влезла туда еще он готов ты уже был на чухлами чего ожидать ну а так кайфанем замерзнем мы проехали уже более 700 километров сторону чухламы где-то мы в ярославской области а может быть уже и дастому дошираки немного чего-то есть на первое время точно хватит надеюсь что мы не забудем заехать в магазин и купить еще чего-нибудь по крайней мере нам нужно мясо это точно понимаешь что же я раньше то не пересел 800 км проехал уже красота всех заразил рассказал что я хочу оливье с красной икорочкой веке мкали лапшичку скурить из курицы это немножечко и селёдочку с молодой картошечкой вот так она пополам разрезано обжарена и рядом еще огурчики соленого так чик давай быстрее ты нам-то пирожки давайте что есть помоги ночью серый нормально она на ближний так ребята у нас здесь вообще какой-то трешак начался принимаем решение включить хабы и перейти на полный привод смотрите просто уже снег под ногами а у нас 2 и 2 давление в шинах в колесах там просто снег офигеть вау а все сейчас поедем по 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 ловче и будет по спорту на месте в населенном пункте чухлама заправка и едем встречаться с фурой даже пиццы нас угостили супер сейчас будем что-то придумывать я не вбрал вторую часть от кровати поэтому освобождаем полку и кто-то из пацанов на полку так делаем вот так макарыч ваваныч бомба ну и я на своем месте все спокойной ночи доброе утро я веду репортаж из бомж буханки ночь прошла нормально во ван даже время полдесятого утра мы находимся на какой-то базе на которую заехали самостоятельно отодвинув ворота и сегодня пришли хозяева и зарядили нам за фуру три тысячи рублей за сутки наша команда негодует от этого и мы решили все-таки оставить фуру здесь а в конце мероприятия уже приехать и решать вопросы я думаю сможем договориться и скинуть цену а координат до сих пор нет и вот мы стоим и негодуем что же делать что делать что делать координат до сих пор нет с нами катя и макарыч по поводу хорошо но главное мы вместе и это и это уже точно будет поинтересней данила заправляется люда оплачивает ребята стоят раз пыли стоит ждет режиссер якин знакомьтесь якин талантливый и родился он прямо здесь чухорги написали нам сообщение в конце концов так как они не успевают связи размещением базового лагеря что с минуты на минуту будут координаты так что ребят ждем и выдвигаемся стартуем 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 есть . погнали это наша вся команда приключение началось со мной абсолютно незнакомая женщина по имени катя чужой ребенок и у нас есть 74 километра на то чтобы познакомиться сойтись поближе и приехать на лагерь уже друзьями скажу вкратце про катю хотя из питера и занимается сваркой на автомате как она к этому пришла почувствовала тягу к приключениям и захотела себе джип не имея ни прав ни какого-либо представления о том как это вообще происходит попала с ребятами на одну из вылазок на природу и влюбилась в этот процесс составила бизнес-план написала список того что ей нужно и пошла отучилась на автослесаря после чего ее друг устроил ее на практику в какой-то автосервис где умный руководитель сказал не надо тебе крутить болты попробуй сварку и уже через два дня катя поняла что была создана для этого как она сама говорит она не понимает как можно не чувствовать и не слышать металла представляете скажите пожалуйста а у каждой команды лагерь свой ну типа . где надо стоять своя организаторы это делают первое кпп в низину то избавимся от ветра который будет наверняка и возможно даже найдем ручей с водой или речушку что-то такое продолжаем искать подходящее место буханочка отлично себя ведет на пониженной вот я прям здесь через все это проехал красота переезжаем на другое место а вот там ничего себе я вот теперь спать вы тут будете спать готов наш шатер девчонки уже занимаются едой и когда существует команда у нас есть капитан распределяет нас ребята делают свои лагеря это интересная палатка с тамбуром красота у этих ребят вообще четко они узко помните алина она делала себе здесь подложку почти готов наш лагерь я поодаль всех стал ребята планируют уже выпивают музыка и так далее чтобы мне не мешали если не знаете под быть там фильмы свои смотреть короче душ не до трезвяка я вот сюда подальше стал и вы знаете буханка себя проявила вот сейчас опять вот как настоящий круизер у вас наша палатка ой вы знаете у вас наша автономка ой у вас наш стол ну и так далее получается что ребята на своих крутых тачках забили их полностью и и плюс еще и мне закинули вещи и прикиньте вот это из питера у нас вся команда из питера в основном буханочка все это привезла так что я вполне доволен своей машиной здесь по полю я без каких-либо проблем ехал в грязь и лезть не собираюсь поэтому я реально слушайте на своем месте нахожусь и буханочка выполняет именно те задачи которые мне нужны от которых я получаю удовольствие так пацаны обустроились красота берег тонкостенные макарыч класс жара конечно круто я вешалки рад не могу капец блин это гениальное изобретение вообще идея ты дышь за чухлама у парня я пока без этого сейчас частью сделаю буду ходить совсем и чокот . было еще что-то не делала перетекание масло из коробки в раздатку давай не заставляй меня монтировать потом вырезать все это иду зачем давай дело они сделали крышку прозрачную на задний редуктор на вазовский залили в него масло там показала уровень главная пара в него погружена они его раскрутили с какое-то время масло осталось ниже чем главная пара она больше его грубо говоря не подбирала ну то есть масло практически все раскидывается то есть когда ты вот очередная группа вот уже забрали еду ищем черный пакет это душ а туалет вон там вон где палатка а это лопатка это сделал у меня кстати осталось немного пиццы ребята вчера угощали обязательно нужно перекрывать очень сильно помогает несмотря на то что кажется просто фигней ну типа воздух и так далее однако заметил что разница есть офигенно здесь светло представляете просто лента и бах готова так свалота ребята до конца до оборудовались они просто маньяки маньяки осьминоги водопроводные маньяки просто жесть смотрите офигеть вот это лайфхак вау это кстати автономка на которую я наехал думал что это льдина очень надежная система здесь у ребят максимально но все работает понимает или пиццу он говорит дядь серёж буханки сидите идите к нам но я вышел к ребятам на туда в лагерь они там водку пьют и на улице стоят а мне холодно блин люда нас уже начинает кормить у меня сто восемьдесят восемьдесят восемь фертолетов а пока их не следить спасибо отправляемся на регистрацию периметр вот куда глаз смотрит везде есть фонари люди прибывают и прибывают ура 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 вы участвуете в этом безумии регистрация сержуаныч ты способен ехать по автобану а сейчас уже ночью не видно что под ногами просто будем ехать и все но у нас колеса классные можно еще одного давай-давай-давай-давай нормально мы тут еще и не сильно постоим малечко не знаю наша команда называется 6 парадная санкт-петербург так знакомьтесь это всю всю сколько машин зарегистрировалась а в прошлом году сколько было о растем спасибо организаторы позаботились о нас вот такая куча дров и после регистрации можно взять себе учитывая сколько нас машин здесь будет особо не наглеть но столько сколько надо имеет смысл взять просто никому ничего не отгодили халява халява твою любую машину грузи вот это больше вот это льня сюда сейчас красная капитан расписывается за нас всех еще быстрее и идем получать подарки катя ты рада вежухи вообще окей также мы получили табличку на которой нужно написать повесить положить что-то что-то такое надо сделать ребята что надо делать надо найти свободный нам 6 ячеек свободных все все получили коробки номерки поняли что лишнюю коробку взяли пошли выяснять кто-то уже в машине сидит короче немного запутались ребята все сейчас выясняют в чем же дело а я вам пока расскажу по поводу того что я вижу я мало изучал информации про то что такое полная чухлама и относился к этому так меня пригласили огонь едем чё тусняк там дальше разберемся то что я уже сейчас начинаю наблюдать за организацией за вот сотрудниками которые в процессе в этом участвуют на холоде они стоят вот это все заполняют чик чик все быстренько они реально заинтересованы в этом делают это с кайфом улыбаются какие-то шутки этот экран который блин просто вообще пушка ой красота похожая что это приключение будет ого-го я в этом уверен вот и мы приехали за дровами у нас есть трос какую-то удавку надо сделать неоднократно сказал капитан я лучше отойду от этого места где будет удавка первый пошел хороший брюнышко взял это все для общего костра и наши машины вот ребята не стали уже подъезжать не дождаться очереди а прям просто руками берем и носим к машинам там цепляем нормально нормально идет хорошо кто-то теряет по дороге бревна вот таким скрываем коробку приступаем давай чего там положили хобана рожденный ссср спокойно это не брелочек это огниво да сижу ты прав а можно мне вот этот взять конечно спасибо оранжевый полная чухлама ребята доказательства здесь был вот это самое важное описание точек сколько стоит чухлама серый недорого само участие 16 тысяч в этом году все остальные расходы ну у кого как а у кого там 500 у кого лям понятно чтобы получить такую коробку надо заплатить 16 тысяч верно класс клево клево согласен тебе серый подарю кое-что что ты сможешь сюда вылить то что мне китаец тогда подарил на Баренцевом море прикинь а у макарыча тоже фляжечка есть потом возьмете отсюда я готов мне даже шапочку задарили офигенно такая длинная ну класс у меня новые фонарики 15 метров да не ищи да не ищи чтоб мне потерять ребят спасибо вам огромное не дали нам так мы сюда есть приехали в этом вся чухлама приехать и поесть согласен я сразу понял что наш лагерь будет отличаться количеством еды это очень очень вкусно очень очень да а вы не сможете этого попробовать пока не приедете на чухламу и не привезете с тобой еду не приготовить ее нифига нифига я вообще ничего ты туриста малого веса ага им вот так вот мясо делаешь и она так оп и выгнулась в порке и вот так вот делаешь и ешь мясо такс у меня готовится душик мой ну что ж хорошо что я встал подальше отлично отлично ну куда ж я без белых носков обязательно и шерстяные носочки от бабушки нежной львицы просто пушка сейчас я ну вот теперь можно и костру это божественно два дня не мылся просто шикарно ребята чистая одежда конечно вы сами все знаете ой красота так пойдем к меломану идем смотрите у нас тут что вот ребятка барабан с тросом у обычной ребятки редуктор вот здесь вот находится и передача получается прямая а у вертикалки редуктор вот так вот перевернут и получается вот здесь вот передача на барабан там она значительно она быстрее работает с лучшим передачным числом вот типа редуктор сверху ставит да редуктор сверху она в этом плане компания лучше и мощнее они очень дорогие они здесь не проедут ладно мало кто знает но был момент у меня в жизни когда у меня был кожаный черный плащ такой я очень деловой ходил такой вопросы решал какие то и в общем мне дали кличку черный плащ ну прикол такой типа черный плащ и так далее и вот Люда которая на все организовывает по идее и так далее она из моего города в том числе и она где ты я тебя видела где ты я тебя видела и прикиньте произносит эту фразу ты черный плащ я охренел да я его вспомнила я его вспомнила я не слышал это на самом деле вспомнила девчонки кто помнит его это очень хороший мальчик очень добрый он спасал было такое и он всем помогал он даже пацанам он даже руку поднимал и всем помогал это самый хороший человек его называли черный плащ короче говоря я не слышал это очень давно да вот хорошо что ребята уже вырубились время на самом деле только 10 сколько тебя рос сержа 85 ну вот еще руку подними офигеть метр 85 ладно давай автономку делать вспомнил вспомнил вот такие моменты опасный человек она я просто все делал я думаю откуда ты откуда вообще здесь так вертолет завелся она прям такая мощная безумная просадка небольшая 9 ампер брала на на пике все на положении 2 оставляю ну просто вот вот ее надо было брать на баренцево море я бы спал как царь в палатке просто вот на втором положении идеально тихо шуршит и шуршит все ребята спокойной ночи увидимся завтра доброе утро время под пять утра сходил в туалет подошел к палатке говорю серый вы там живы нормально все он да да я говорю ну чё тепло он да 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 тепло два окна открыл проветриваю а чё такое жарко блин так сделай на единичку а я сразу сделал до единичку обсуждаем кто кому прижимался ночью ради сохранения способности двигаться не на нормально все подготовились автономочки палатки какие-то газовые нагреватели и доброе утро как вам спалось вот так я опоздал опоздал тут же такая махинация была все смотрели как я собираю ее клево тогда я завтра приду с утра доброе утро как у вас тут все окей здравствуйте здравствуйте отправляемся на свое первое задание для начала его нужно получить поэтому едем туда где регистрировались вчера нам выдают какие-то коробки какие-то карты и уже согласно им будем принимать решение каким маршрутом идем у нас 6 автомобилей 6 экипажей водитель штурман могут быть пассажиры уже позавтракали собираем свой лагерь чтобы ничего не намокло если что и выдвигаемся вот этот ну 45-й там тоже вот 22-я 45-я вот 22-я 45-я где-то это краткое описание и накрек хорошо вот нам уже дали и наши подопечные 70 коробок отправляемся перед выездом из лагеря нужно взять свой номерок который мы вчера вешали я конечно все понимаю но со скоростью 90 по ничему это достойно внимания мы не ехали еще ты сказал очень правильные штуки хорош снимать всякую фигню когда надо будет снимать вы поймете мы будем все стоять и медленно ехать да да у блогера будет возможность выйти обойти всех вокруг посмотреть י�станование посередине наверх потому что все цепится на голову падает так что аккуратненько вдоль посадок лучше не ходить надпись мало чего я понимаю просто наблюдаю парни скажите а одновременно все четыре колеса можно сдуть накачать у того давление показывается колеса вот верхние приборы то давление во всех колесах сейчас вот 07 мы заметно вырвались вперед где-то минут на 10-15 от основной массы машин каждый да каждый раз мы прилетаем на место и после нас сразу все надо сохранить этот темп хорошо что мы уже сдулись ребята некоторые только там это сейчас делают фора у нас хорошая все ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подъехали вплотную к точке у нас путь к реке Кострома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Наша очередь настала. Так. Вот это церковь. А вот у этого брода мы крутились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА класс на треке отметим о двухсоточка жила конец привал сколько времени знает кто-нибудь репза и кит еда люда молодец у нее будут салаты там мясо все дела красота ребята вам нравится наше сегодняшнее путешествие ну вы красавчики как вы брод просли до как ехал ехал да поехал привет ребята как дела на брод лучше не надо я предлагаю вот обратно 16 но это вот по этой дороге а вот короткий путь а через что здесь нет на коленке ко мне садись тогда и поехали модно судя по наклейкам новые волосы побитой жизни 47 да это наш чувак у нас тут заключительный этап сегодняшний вылазки мы направляемся в дальнюю деревню номер один и в деревню номер два нам администрация дала адреса людей которые нуждаются в помощи ребята скинулись я не скидывался за меня серый заплатил купили необходимые вещи еду и сейчас привезем отдадим людям круто да конечно макарыч такое дело классно свет горит да как же он тут живет смотрите любой момент может что-то как-то случится вручаю вам заносите давайте мы занесем зайдем все я зайду точно все я дальше не стал заходить там был этот дым запах от кошек да через несколько дней ему 70 лет ну 7 блин отцу 70 он на движухе я как бы да помогли помогли отлично но все же я за то чтобы свою жизнь брать под контроль самостоятельно не надеяться на помощь и так далее да едем к следующему человеку надеюсь это будет бабушка не пьющая я представитель администрации вот мы собственно город санкт-петербург ничего себе привезти вам помощь да сейчас коробку еще принесут это вам чай спасибо спасибо большое у нас в петербурге тоже родственники из москвы из москвы в москве только подруги живут нет а почему вы написали это наши бурдуковские да молодежь на 15 и соболин а соболин молодец елена григорьевна на бодрячках веселая и кстати представитель администрации у них в гостях в общем все как не не есть кстати и хорошо замечательно что мы приехали выслушали истории и оставили наши подарки к тому моменту как вы доедете уже пройдут на боковую потому что нас там никто не ждет я понимаю ну вот мы как серый и мы вообще наверное на лагерь так ребята там что то ага у тебя надо крутить доминик алина вы устали? немножко есть я прям вот сижу уже уже я готов мне быстрее бы туда и все как вы голодные? до салатика было да хорошо что перекусили сейчас больше даже чая хочется и спокойствия блин ребята опять кусочек цивилизации я жив и даже у меня хорошее настроение опачки мы приехали возвращаем на место подъезжаем в лагерь я вышел тут такой ветер жесть хорошо что мы пристегнули и палатку и маркизу и душ и туалет мы как будто в этом северном полюсе все на месте мне нравится огонь после поля и леса в палатке кажется просто рай какой-то запустилась автономочка пошел я в буханку займусь своими делами вода не замерзла вау удачи конечно в буханочке благодать пока включил заряжается аккумулятор который был ночью в палатке тут около 80% уже неудобства вот раций конечно баофенг ну вот зарядки вот в таком виде да берите что хотите ребята это просто рай какой-то красота тут так тепло открыты окна здесь и здесь сейчас я буду кушать включил фильм это у нас звездные врата дети богов кто интересуется фантастикой по сериалу звездные врата сделан который в свою очередь по фильму звезды ребята я просто обожаю буханочку я не перестаю это повторять вам да я снял штаны мне надо это полежать без штанов я задолбался в одежде лазить подобные сообщения поступают из всех уголков его аккуратно так тихо 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 офигенно выглядит просто бомба и куда-нибудь звенит спокойной ночи доброе утро очередной прекрасный день среди ничего красота на улице явно морозится такой хороший утренний завтрак выглядит вот таким образом если вы здесь не видите системы знаете она есть сегодняшняя карта маршрут получена научу воспользоваться ей зелененькие дорожки это легкие дорожки обычные желтенькие такие как мы вчера ездили красненькие это прям такая жестилово а пунктир это ничто там нужно вырубать и поверхности там нет никакой каждый выбирает свое направление планирует маршрут на день по точкам и у нас есть методичка где по номерам точек мы видим что в этом месте будет фотография например вечерний лагерь подготавливаем с утра чтобы приехать и уже тут у нас было окей из-под колес не было ничего мы в предвкушении мы в предвкушении мы в предвкушении и в в в Продолжение следует... 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 Обходит нас команда. Говорят, колеса 37-е. У ребят крузак. Отлично. Идет. Теперь мы. Капитан. Нормик. Серый. Без вопросов. Поехали дорогу показать. Ну понял. Все, удачи. До свидания. Все по-честному. ДТП в лесу. Сдает назад. Бэм. Колесо отваливается. Оно, кстати, проамортизировало неплохо. Закидываем на крышу. Валим дальше. Понимаю, кто прикреплен в багажнику. Но так-то проще. Алин, ты как? Довольна всем? Тебе нравится движуха? Ты рассчитывала на такое? Нет. Я рассчитывала, что мы будем просто красиво ехать по лесу. Атмосферные. Вот я снимаю классные видосики. Выехали мы в Михалево. Кукати опухло колено. И нам в Солегалич похоже. Потому что это большой населенный пункт. И травма, походу, там есть. Надо что-то сделать. Колено опухло. Красавчики. Сделали, чтобы видно было их. Давайте назад. Криша не сдается. И пошел в рот. Не, он сейчас развернется. А где мы находимся? За селом Михалево мы находимся. Ну все, мы решили ехать в Солегалич. Разделились. Двумя машинами едем. Катю отвозим в больницу. И потом уже в лагерь. Ребята еще на одну точку. И потом тоже в лагерь. Посмотрим, кто быстрее приедет. Сереж, закрой дверь, а? Ногу промочил. Надо покрыть. Пока Катюху там лечат. У нас здесь пир на весь мир. Как сделаешь? Время 23.45. Я хочу, я за тобой. Забрали Катю. Подъехали уже к лагерю. Устали конкретно. Ну, 12 ночи уже, блин. И это уже который день. Тяжко. Сдаем номерочек наш. Держите уже. Лагерь на движухе. Ребята возвращаются. Наших ребят нету. Время уже 12. Мы расстались в 8 или во сколько. Лагерь пустой, прикиньте. Офигеть. Чехлама, ребята, это, блин, нифига не просто. Тебе есть фонарик? Это уже очень серьезно. И для здоровья, и для психологического состояния. Реальный тренинг, блин. Прикиньте, за ребятами же тоже ехать надо будет, видимо. Ну, хотя их там 4 машины. У нас 6 машин в экипаже. Ой, в команде. Ладно, так, переставляю аккумулятор, отдаю Сереге. Тот, который был у него сегодня в палатке, ставлю на зарядку. Чемоданы себя показывают просто великолепно. Вот то, что их два, это просто бомба. И они за ночь, что у меня в буханке, что у него в палатке расходуют там 10-15% от своей емкости. И чтобы ее восполнить, там минут 40 машине работать. Вот сейчас я ее завел, там процентов 80, наверное. И пока она нагреется, машина, здесь согреется все от печки. И аккумулятор зарядится, уже будет там 96-97%. Вот так. Замечательно, просто, просто офигенно, когда электрика в тачке исправна. Это пушка. Ну что, Сержо, надо идти Катю спасать, вынимать из тачки. Не, не, не надо. Ну да, пусть лучше пока в тепле, пока в машине. В палатке сейчас они, ребята, придумают, как там сделать ей тепло. Перенесем. Если они не приедут завтрак утром, то нам по-любому ехать их искать. Это однозначно, да. Блин. А, ну хотя 120 литров бензина у них есть. Если что, они просто в тачках лягут и будут спать. Да, да, да. Катя там в порядке? Она еще в тачке, правильно? Ничего не видно. Интересно. Что вообще происходит? Надо просто, фу, собраться. Трезво мыслить. Я трезвый. Многие трезвые. Поэтому мы точно справимся. Не знаю, как у буханочки это получается, но вчера мы заметили, что вот с утра уехали, весь день машина просто стояла, охлаждалась, холодная. И вечером приехали, стали брать продукты, а они не заледеневшие. Они прям, ну, сказали, что лук теплый. Вода у меня не замерзла. Опять вот она стоит здесь. Она не замерзла, реально. Вот. С ней все в порядке. Здесь тоже вода есть. Как? И вроде щелей много. А все равно плюсовая температура. Сейчас посмотрю, аккумулятор заряжается или как? Он же там при минусе не способен заряжаться. Зарядка идет 15 ампер. Ну вот, как я и говорил, да, видимо было 82%, сейчас уже 86%. Вот 29 ампер максимум, что я видел от этого генератора на эти аккумуляторы. Вот он сейчас будет снижаться потихоньку. Короче, красота полная, все в порядке. Зарядка идет. 3 градуса показывает температура в ящике. Катюху погрузили в палатку. Нормально, у них там тепло. У меня сейчас душ по-любому. Ой, тут уже все кипит. Это уже вторая ходочка. Все, отлично. Я захожу. Тут без комментариев. Это что-то невероятное. Следующий пошел. Сейчас мы его помоем, а завтра остальных. А завтра опять в путь. Мама, Алюсе. Хорошо. Много воды холодной налили. Ой, Сергуга, хорошо, 14 градусов. Хорошо, хорошо. Это прямо вообще хорошо. Кстати, я круто сделал, что вынул аккумуляторы. Я вообще давно уже использую вот такие аккумуляторы. И 2А, и 3А. Они супер мощные. Этот хранится у меня наверху. Поэтому аккумуляторы вынимаю, чтобы все всегда могло работать. Ничего, включаем. Красота. Стоим, наблюдаем. Холодильник заодно проверю. На улице минус. Он почти не включается никогда. Так, улица. А, пиво есть. Сейчас я, ребят, обрадую. Принесу им пивка. Все, иду ребятам помогать. Такие дизельную. Слышите, она работает. Если там и не замерз дизель, значит, у меня точно он там в порядке. Здравствуйте. Кто это? Кто здесь? Вот неугомонные. 2 часа ночи. Где наши ребята? Не, ну, да. Готовим для них. Мама тоже, что-то тебя знает. Ну, хотя бы так мы им поможем, да. Приготовим что-нибудь тепленькое. Говорили потом, что они попрутся вот так, по пунктирной, вот так. Да ладно, нет, давайте, подождите, где мы разделились? Нет, мы разделились вот на этой перерезке. Не, не, ниже. Ниже, мы разделились вот здесь. Вот здесь мы разделились. Вот тут? Да. Мы куда ушли? Вот сюда. Мы вот сюда пошли. Да, и вот сюда пошли. Вот. Они вот поехали вот эту точку брать, 84-ка. Нет, они через брод поехали как раз. Вот, вот брод. Вот, брод. Вот он, брод. Сразу брод. Гришка спустился, там был брод. Да. Он сказал, там по лайту можно развернуться. Света сказала, что типа, блин, можно будет проехать вот так вот типа и уйти. Я лагерь тут нашу, успею, не вижу. Вот он, он. Да, и как-то вот сюда. Она сказала, уйти сюда, по лайту и вот так выйти. И лагерь. Да, то есть они собирались вот так домой ехать? Да. Да ладно. То есть они где-то здесь, по-любому. Если они в пунктир попали, там пиздец. Вот здесь пунктир и здесь пунктир. Ясное дело, они здесь. То есть изыскать надо где-то вот здесь вот, в этом части. Да. Это очень красиво выглядит. Сверху. А туда сейчас мы вот эти вот будем кидать, потому что... Кидайте, а то сейчас потухнет. Офигенно. Время пол третьего, наших еще нету. Разные варианты мы обсудили. Чувство такое, что все в порядке у ребят. Они просто приняли правильное какое-то решение. Например, остаться на ночь где-то, потому что усталость. Мы посмотрели по моим снимкам. В 19.00 мы расстались. Время пол третьего. Их нету семь часов. Уже больше, чем семь часов их нету. Мы на тот момент уже были физически измотаны. И в каком состоянии ребята, если они все это время рубятся там, ну, это невозможно. Нет, возможно. Но есть риск все чаще и чаще допускать ошибки, которые лес, естественно, не прощает. Это не спицы бы. Самое время гречечки поесть, тепленькие. 3.22. И, по-моему, вон они едут. Ну, вон они. Слава богу. То есть вы просто ехали? Да, точку мы быстро взяли, а потом вот возвращались. Пойду спрошу мнение других ребят. Доминик, как все прошло? Чего вы так долго? Алин, ты жива? Да, мы все просто уже заснули сто раз по дороге. Понятно. Ну, какой смысл был? Вы просто ездили? Нет, мы просто решили не ехать по асфальту, потому что у нас нет тормозов, и просто срезать через лес. А там очень сильная колея была, потому что там и кейсы проехали, и мы там позастряли. Понятно. Ну, все как всегда. Да, все как обычно. И на пару точек еще заехали. Круто. Ну, две, по-моему. Мы, ребята, приготовили для вас классную еду. Очень вкусную и горячую. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Давай, палец свой. Нож ни при чем. Лебедка пострадал пальчиком, блин. Серега еле живой. По нему видно. Даже в лесу питься есть. Ну, сейчас повеселел, явно. Так, все, расходимся. Уже не знаю, сколько времени. Наверное, начало пятого. Есть небольшое недопонимание, мягко говоря, в команде. Такое бывает, такое случается. Это нормально. Действительно, да. Нужно находить общий язык в любом случае. Супер. Я спать. Доброе утро. Нифига мы не выспались. Время десять. Легли около пяти. Ну, нормально. Команда уже отправляются на старт, покорять свои новые точки сегодняшние. Сегодня уже будет награждение вечером. Я, как и планировал, остаюсь в лагере. Я уже сам с собой начал разговаривать. Залезаю в буханочку и такой говорю. До свидос. Все, я здесь буду тусоваться. Я не собираюсь выходить из буханки как можно дольше. Не имеет смысла, потому что у меня куча дел. Нужно приготовить сначала себе завтрак. Сварю яйца. Можно вообще все яйца сварить, потому что воды дефицит. И использовать ее каждый раз. Ну, так себе идея. А яйца уже будут готовы. Останется их только съесть. Буду лежать и монтировать видос, ребята. Материала много. На это требуется колоссальное количество времени, энергии. А самое главное, сосредоточенности. Или вы думали, видосики это так, хихоньки-хахоньки. А вот джипинг это вот да. Ну, попробуйте. Запишите видос. И сделайте так, чтобы его посмотрели тысяч пять человек. Заставьте просто этот мир вот так вот заработать для вас. Уверяю, это не так просто. Не поедут сегодня по точкам. Вот, например, Сережа на машине, на своей, ему ехать до Москвы. Это вот я вчера Гришу зеленкой заливал. Гриш, как обычно. Как не снимут, ты все и ешь. Молодец. Иммунитет превыше всего. Он так же. Не убиваемые парни. Ничего их не берет. Ты выспалась? Да. Хорошо. У вас там тепло, да? Очень жарко было даже. А как выглядели? Выключить печку и спать сели все. Печку, в смысле, автономку? Да, да, да. И вы ее запустили внутрь сюда? А, нет, автономка, нет. Просто печка от автомобиля. Вы его включили и спали? Да. Клево. И бензик у вас есть? Нет, закончился. Прекрасно. Сережгуга все тут разобрал, перебрал. Задний мост проверил, раздатку проверил, коробку проверил. Где-то он сейчас должен быть под передним мостом. Да, вот он. Проверка, как проверять передний мост, понятия не имею. Но у него есть план какой-то. Ну, а мы с вами берем дрон и делаем облет лагеря. Здесь тепло и комфортно, что мне стоять там морозиться? На улице прям, бре, все. Нифига мне там делать. Что там? Все везде проверил, в агрегатке все в норме. Масла везде чистые, все сальнички целые. Нигде никаких трещин нету после нашего вчерашнего полета. А что же за звук тогда? На передних полуосях, там же не шруза, а крестовины усиленные. И они все были обледеневшие и замерзшие прям вместе с мостом. Как они там крутились, непонятно. Я их все очистил, все сальнички целые. Но такое чувство, что туда намерзали куски льда. И они на скорости куда-то отлетали, щелкали. Или не отлетали, или закусывало их. Давай, Свет. Едай его. А где вот этот? Типичная картина для России. Два прораба и один рабочий. И теперь еще один блогер. Да, 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 контролирующий орган. Давай, давай, кали ровнее, лучше там все такое. Концент давай, контент. У нас все под запись. Познакомился с Гришей, он из Нижнего Новгорода. Показывает свои игрушки классные. Одна из Москва-2. С алюминиевый корпус, каюта на 3-4 человека в лесе, да? Красота, спасибо. Гриша, если смотришь это видео, передаю тебе привет с экрана. Выпускной или завершающий такой концерт. Мы пришли сюда. Спасибо организаторам, что сено сюда положили. Это очень офигенно. Ноги не замерзнут. Стоять. Здравствуйте, налейте, пожалуйста, стаканчик. Сейчас. Спасибо. Не прям горячий, но смотри. Отлично. И только апельсинчик, пожалуйста. Спасибо. И нам надо. Вчера по совету великого Гриши я установил Осман на свой Ай-Ос. А он еще мне дает сейчас рекомендацию и вам. Я это надо записать. Что надо делать? Банда Невоводов. Вова Арбуз рассказывает, как правильно настроить Осман. Тогда вы поедете и точно обратной дорогой не приедете. Спасибо. Да, кстати, Глинтвейн оказался алкогольным. Поэтому я его продал за лайк, подписку и колокольчик Алине. А вы нас сейчас увидите? Вот это другое дело. Я понимаю. Чупламар. В этом году Чупамал у нас 18-летний. Синхронный. Это не я заметил. Назвали мы ее «Затерянный мальчик». Кто-нибудь догадался, почему это «Затерянный мир»? Мы ездим, преодолеваем. И это даже не культурное мероприятие, где мы ездим, смотрим памятники. Это ведь попытка, по сути говоря, вырвать нас, текст, и вас, и нас из матрицы. Из городского этого уклада, из беличьего крыльца, в котором мы вращаемся. Работа, дом, работа, зарабатывание денег, семья, общение. Все это важно, но за этим теряется смысл жизни порой. Мы не можем... Отец-основатель отечественного оффроуда, основатель ассоциации трофиклубов. Это человек, который стоял у истоком силодвижения, может быть, стать совершенно уникальной вещью, все знает. Главное, что всем понравилось, это то, что не было интернета, и за это много было голосов, и кричали, хлопали. И то, что в этом году сделали 72 коробки, благотворительные коробки, и мы, как волонтеры, выступили средством доставки этих коробок, вот как раз в те самые труднодоступные места людям, которые нуждались в них. Вот это великолепно и прекрасно. Изумительно, изумительно. Разгром. Разгром, да. Разгром красавчик. Оживил эту область и дал в нее вливание инвестиций и содействие администрации. Всего лишь из-за того, что люди просто ездят в полгрязи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok